Корректировки в программе экономического развития, ужесточение правил заключения контрактов, защита прав несовершеннолетних. Ряд важных законопроектов сегодня рассмотрели члены кабинета министров. Подробности с заседания правительства Дмитрий Ковалев. Круг бизнесменов, которые обязаны подтверждать факт продажи алкоголя в электронной системе ЕГАИС, будет сужен. Отчитываться перестанут торговые точки, куда невозможно подвести интернет. Законом также устанавливается порядок организации и осуществления госконтроля за представлением декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Но это не значит, что организации, которые реализуют свою алкогольную продукцию, выйдут из-под контроля. Мы не будем понимать, в каком объеме реализуется продукция. Мы, тем не менее, ежеквартально запрашиваем, вернее, ведем реестр деклараций об объеме реализованной продукции. В республиканский закон внесут и другие коррективы. Федеральный центр запретил регионам ограничивать время и условия продажи алкоголя в местах общепита. Но все же к бизнесменам в Минейке намерены найти другой подход. Мы в своей программе предусмотрели средства на отбор лицензирующей организации, в части того, чтобы подтверждали нам все-таки статус и в соответствии с нормами СНИПа. Совместно с муниципальными образованиями, с общественными организациями нужно принципиально подходить и защищать интересы у людей. Те пункты общепита, которые работают в жилых многоквартирных домах, они создают определенные проблемы. В региональном Минейке также предлагают заложить в бюджет следующего года расходы на оснащение МФЦ. Это часть масштабной программы экономическое развитие республики. По обращению МВД, по предоставлению услуг, выдаче паспортов, водительских удостоверений, в МФЦ Чувашской республики, во всех МФЦ Чувашской республики тоже предусмотрены средства для оснащения сейфов, фотоаппаратов. Кроме того, программа развития субъектов малосреднего предпринимательства тоже увеличена на 22 миллиона. Это 18 миллионов из резервного фонда правительства РФ и 4 миллиона на открытие окон для бизнеса в МФЦ. Члены правительства предлагают изменить и правила заключения контрактов на строительство государственных объектов. Нередко реализация масштабных проектов буксует на этапе подготовки документов. Таких проблем возникать не должно. Очень мало претензий предъявляем к проектантам. Если проектные институты, частные они, полугосударственные, или вообще, как бы сказать, хотят в этой сфере работать, соответственно, они должны качественно готовить документы. Или там список недобросовестных проектантов должен быть, или предприниматели, которые проектированием занимаются. Или, соответственно, кто-то должен вообще привлекаться к уголовной ответственности вместе с теми, кто участвует в этих схемах. Глава региона отметил, что работу проектировщиков необходимо контролировать строже. Ошибки должны быть сведены к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.